Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска двигатель 1.8 механика передний привод пробег на автомобиле 220 тысяч километров заменю на нем переднюю правую, нижнюю опору на правой стороне нижняя опора опора здесь не такая, как у всех автомобилей у автомобиля неприятность произошла порвался ремень ГРМ это есть в предыдущем видео но, чтобы время не терять решили сразу пока ожидает хозяин пока пока хозяин в поисках двигателя решили заменить шаровую опору поднимаю автомобиль вот она нижняя шаровая опора она идет без пальца здесь внутри стоит подшипник и, как правило, у них попадает туда грязь и она начинает хрустеть чтобы открутить ее, она крепится снизу тремя болтами вот эти два крайних болта, чтобы открутить нужно открутить нижний рычаг, сайленблок болт, который через сайленблок идет выкручиваем приопускаем рычаг вниз откручиваем болты также снимаем фиксатор откручиваем гайку привода откручиваем гайку привода гайка на 35, а не на 36 у меня такой головки нету попробую открутить пистолет кинулся головкой здесь на 35 пришлось кататься, купить головку форсовскую на 35 номер ее 44 58 535 или 585 не, 535 ну и попробую пистолет справиться с гайкой на ура на ура ну вот привод-то не шевелится не, задышал это хорошо также откручиваю гайку на наконечнике гайка на 16 здесь плохо видно снизу снизу вот этот болт откручиваем болт на 18 то есть шляпка болта на 16 а гайка на 18 насколько облегчает пистолет работу ну а пыльник о вообще шикарно даже не стучать ничего не пришлось он сам отошел теперь нам надо немного вниз оттянуть рычаг есть приспособа такая изогнутая идет цеплять а у меня такой нету поэтому излочусь монтажкой каким-нибудь образом он провод чтоб не оборвать снимаем его с кронштейна с кронштейн Я наверное сейчас сюда отожму и что-нибудь положу между рычагом и цапфой. Я думаю этого достаточно будет, чтобы открутить болты. Откручу еще нижнее крепление стабилизатора, чтобы не ломать его. Шестигранник на 5. Откручу еще нижнее крепление стабилизатора. Использую старый срезанный ремень. Использую старый срезанный ремень. Использую старый срезанный ремень. ну в принципе пока вот так вот оттянул теперь я могу смело открутить три болта этих они мне не закрыты ничем а после этого при опущу цапку верну назад а ступицу уже отведу на верхней шаровой потому что у нас здесь часть подшипника останется на оси здесь получается цапфа это кулак поворотный это здесь замудренная конструкция е18 20 а а а а а а а а два болта е18 один болт е14 все вот шаровая видно у нас откручена сейчас издавала она хрусты и трески дело в том что надо снимать суппорт тоже а суппорт у нас прикручен торк ст 55 что делать вот и и а 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 откручен 2 фиксирующих винта Т-30 Т-30 Смазка в подшипнике В виде глины Но что хорошо у нас Вот эта внутренняя обойма Сошла вместе С шаровой Не надо ее срезать И вот этот подшипник Издавал хрусты Главное Люфтить он не люфтил Хотя вот он Свободный ход есть Но вот эти вот при повороте Руля при трогании, щелкании И треск был Вот такая французская шара Чистим Дува Рулан Смze Сколько здесь много коррозии набралось именно сверху, где металлический пыльник садится. Беру новую шаровую опору фирмы LEMFURDER 353-27-01, вот 0,09 по-моему можно не забивать в заказе, а найдет без него, но можно и с ним, все равно пробивается и так, и так. В комплекте идет новая шаровая опора и пакетик сверху металлический пыльник и три новых болтика. Маленько смажу здесь смазкой литиевой, литовым, не литовым, для подшипников синюю смазку, и резьбу тоже смажу, хотя нет, резьбу я смазывать не буду, потому что болты идут с герметиком резьбовым, поэтому мазать резьбу не буду в этот раз. Здесь металлический пыльник одевается на резиновый пыльник. Одеваю его. Не знаю, может быть я не прав, но я замучился этот пыльник одевать на резиновый пыльник, хотя логически металл закрывает у нас нижнюю часть, а это работает у нас по цапфе, поэтому должно быть так. Но почему они ее не вставили сразу? Ладно, смазываю ось. Немножко смазки я добавлю вовнутрь, когда вставлю ее, ее раздаст, она добавится в подшипник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА